И результатом недовольны, и упрекнуть некого. Вот я на флеш-интервью сказал, я еще раз повторю уже на пресс-конференции. Сегодня была игра двух типично украинских команд. С одними украинцами в составе, с большим желанием, с огромной самоотдачей, с небольшим количеством моментов. Но на мой взгляд, опять-таки, как мне показалось, мы немножко ближе были к победе. Ну и тем не менее, очко сегодня, знаете, заработано, к сожалению, даже ценой травмы, не дай бог тяжелых, потому что пока неутешительный диагноз для Полянского. Но, еще раз могу сказать, упрекнуть сегодня своих футболистов не вне в чем. Самоотдача была на самом высоком уровне. Мы, наконец-то, знаете, собрались внутри команды и решили, что, ну, либо играть, либо не играть. Сегодня не получилось, значит, ну, с таким отношением к футболу получится в следующих играх. Сегодня мои футболисты, по крайней мере, я думаю, что Толик скажет за свою команду, за своих футболистов, я еще раз могу сказать, мне упрекнуть своих игроков сегодня не в чем. Они сегодня бились и за честь клуба, они бились за вот этих болельщиков, которые приехали с Харькова нас поддерживать. Во что бы то ни стало, мы хотели сегодня взять очки. Мы хотели сегодня победить, но, к сожалению, не получилось. Значит, будем пробовать победить в следующих матчах. Такие клубы, как «Запорожский металлург», как «Харьковский металлист», как «Одесский черноморец», как «Кворск». Я называю клубы, которые имеют богатую историю еще и с советских времен. Они исчезут ни в коем случае не должны. Тогда целый регион, который в наше тяжелое время для страны, останется без единственной отдушины. Это будет катастрофа. Для украинского футбола это будет катастрофа.